И сегодня же в Одессе решали судьбу памятника Екатерине II. Напомню, в апелляционный суд обратились и сторонники, и противники монумента. Противники требуют демонтировать памятник, городские власти выступают за его сохранение. Чем закончилось заседание, знает Андрей Анастасов. Больше месяца стороны готовились к дебатам. Первыми выступили авторы иска, активисты Ассоциации Казацких Обществ СИЧ. Они считают, 10 лет назад власти Одессы незаконно перенесли из центра города памятник морякам-потемкинцам. И также незаконно восстановили на этом месте монумент Екатерине II, уничтоженный при большевиках. Утверждают, тогда мэрия не получила специального разрешения кабинета министров на это. Поэтому теперь памятник императрице нужно снести. Забовязать меську Владу повернуть памятник потемкинцам на щадке на его законном исце, Катерине СКПОЧКО. Представитель горсовета парирует. Какого-то отдельного согласования не требовалось, потому что памятник потемкинцам местного, а не национального значения. Поэтому нужно оставить все, как есть. Решением выполненного комитета Одесской областной ради народных депутатов 1991 года, ему был наден соответствующий статус. Пока стороны дискутируют в зале, свои дебаты на улице. Для одних митингующих Екатерина II основательница Одессы, и они горой стоят за памятник. Для других это центр антиукраинских настроений. Украина забудет о нашей крови и цареться, она тут ни разу не была. Понятно, что Екатерину никто не даст носить. Но даже сама постановка вопроса и само рассмотрение этого дела в суде очень оскорбляет здравомыслящих одесситов. В итоге суд вынес дипломатичное решение. С одной стороны распоряжение мэрии о переносе и установке памятников признал незаконными, с другой апелляционную жалобу казацких обществ оставил без удовлетворения. То есть демонтировать монумент никто не будет. Завдание суду не расхитывать ситуацию. Потребно дотримоваться балансом между законодательными нормами и разными думками общества. Данное решение позволит сохранить в первую очередь одну из красивейших площадей Европы, Екатерининскую площадь в первозданном виде. Позволит сохранить гражданский мир в Одессе и позволит сохранить историческую справедливость. Теперь у противников памятника Екатерине II есть месяц, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде. Воспользуются ли они этим правом, пока неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.